Региональное отделение Общероссийского народного фронта запустило на территории Тверской области мониторинг безопасности заброшенных домов и строительных объектов. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы со стороны жителей Верхневолжья. Только в Твери, по данным ОНФ, за последние месяцы произошло сразу несколько пожаров в нежилых зданиях. Все они являлись аварийными и длительное время пустовали, оставаясь при этом доступными для социально неблагополучных граждан. Какой выход из сложившейся ситуации предлагают общественники? И какие объекты вызывают наибольшее опасение в материале нашего корреспондента? Неэксплуатируемая школа номер 5 в пролетарском районе Твери. Аварийное здание регулярно попадает в новостные сводки. Так, в начале октября девочка-подросток, рискуя не только здоровьем, но даже, пожалуй, жизнью, в поисках острых ощущений забралась на крышу аварийного здания. Принимая различные позы, она делает селфи, ходит по краю кровли, находясь на волосок от трагедии, по всей видимости, пытается взять на себя роль так называемого руфера. Представителя современной городской субкультуры, приверженцы которой, посещают крыши зданий и строений. Впрочем, школа на улице Заслонова не единственное место, которое, будучи заброшенным, является предметом притяжения охотников за адреналином. И, пожалуй, больше всего их как раз в пролетарском районе Твери. Одно из таких строений — дом номер 10, дробь 4 по улице Предельная. Здание не эксплуатируется уже несколько лет, однако по-прежнему не законсервировано. А значит, представляет опасность для подростков и прочих любителей экстрима. На этот и другие подобные объекты после многочисленных жалоб от жителей областной столицы обратили внимание представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ проинспектировали заброшенные дома в Твери. В ходе рейдов было обнаружено порядка 10 сгоревших и пустующих зданий в пролетарском и Заволжском районах города. Выяснилось, что ситуации во всех случаях идентичны. Здания находятся в аварийном состоянии, давно заброшены, в них периодически происходит возгорание. Территория вокруг домов замусорена и зарастает сорняком, добавляют в ОНФ. Мы обращаем внимание властей не к тому, что это необходимо снести сразу, именно сегодня или завтра. Мы прекрасно знаем, что снос зданий какое-то время требуется. Но мы обращаем внимание, чтобы оно хотя бы не было допуска к нему, чтобы были заколочены хотя бы вход туда. Впрочем, пока говорить о том, что городские власти ведут активную работу по консервации аварийных объектов, к сожалению, не приходится. Впрочем, большинство полуразрушенных зданий продолжают оставаться открытыми для доступа в них. С домом на предельной ситуация более-менее понятна. Согласно ответу администрации Твери, которые получили представители ОНФ, в настоящий момент здание официально признано аварийным и подлежащим сносом. Сравнять с землей строения должны в течение ближайших шести лет. А вот еще одна заброшка на спортивные улицы в список подлежащих к сносу не попала. Ситуация с домом номер один по улице Спортивной еще сложнее. Формально это здание остается жилым. То есть по документам вот в этом полуразвалившемся бараке, по-другому и не скажешь, могут жить люди. Иными словами, даже законсервировать объект, заколотив в нем двери и окна, по закону нельзя. Между тем, мимо здания проходит дорога, по которой ежедневно близлежащую школу и обратно ходят десятки детей. А поблизости нет ни сигнальных лент, ни табличек об опасности нахождения внутри и вблизи полуразрушенного дома. По мнению представителя Общероссийского народного фронта, подобное недопустимо. Здание не огорожено. Здесь собираются маргиналы, которые могут здесь поджечь это все. Рядом стоят строения, которые могут загореться. Здесь собираются наркоманы, дети бегают. Мы пишем во все инстанции, чтобы ускорить данный процесс о признании данного жилья аварийным. Вместе с тем, активисты ОНФ направили обращение по поводу консервации зданий в прокуратуру. Также общественники планируют провести повторный мониторинг заброшенных зданий в Твери. Приглашают жителей области сообщать обо всех подобных потенциально опасных объектах. Направить информацию можно на почту регионального отделения ОНФ 69 регион собакаонф.ру. В сообщении необходимо указать адрес объекта и приложить фото здания.